это дача вообще у каждой цивилизации есть своя дача фазенда вилла коттедж но нашу дачу ни с чем не перепутаешь вот такой домик когда дощатый когда бревенчатый но с какой стороны не глянь очень русский неслучайно слово дача вошло во все мировые языки без перевода как водка или спутник дача она и в африке дача да и в америке пожалуй тоже дача и это тоже дача русская дача только вокруг никакая не россия это америка и более того ее столица вашингтон округ колумбия скромный и действительно очень русский домик внутри огромного поместья хилвуд так и называется рашен дача он был построен американкой по имени марджери мэри везер пост в самый разгар холодной войны в 1969 году если взглянуть на фотографии марджери увидишь роскошную изысканную крайне респектабельную великосветскую даму такой она и была зачем же коренной американке русская дача ответ на этот вопрос хранится здесь за дверями главного дома хилвудского поместья внутри огромного особняка миссис пост таинственно блестят русские иконы лоснятся мазки на полотне маковского сверкают личные драгоценности царей и цариц наконец сияют ювелирные шедевры карла фаберже в холодную войну когда и была построена американская дача коллекция влюбленный в русское искусство марджери пост была возможно главным заокеанским окном закрытый для америки русский мир недосягаемый оттого таинственный и безусловно прекрасный те годы в вашингтоне конечно думали о россии много и часто но совсем в другом далеком от прекрасного ключе ядерная угроза гонка вооружений два мира две системы здесь то и дело ждали удара кремля а здесь в москве стращали своими пугалами вашингтонскими ястребами воинственными политиками то есть планом дальше якобы стратегии растления русского народа и агентами цру в джинсах и с нехорошей музыкой как же далека от всего этого была она богатая наследница обладательница многомиллионного состояния первая столичная красавица светская львица нападающая первой лиги американского истеблишмента марджори мери везер пост и откуда у такой дамы как марджори было взяться такому несовременному и несвоевременному для холодной войны увлечению даже одержимости всем русским коллекция русского искусства в хиллводе до сих пор одна из подробнейших и крупнейших на западе современный музей с православными святыми русскими царями великокняжеской мебелью и трогательными осколками навсегда ушедшей атлантиды показывает американцам другой мир мир видимый через окно открытое марджори мери везер пост много лет назад при самых удивительных обстоятельствах в москве и и в и и и Первая страха гимна США. «О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах!» Эта страна во всех смыслах начинается с утра. А утро? Завтрака. Доброе утро. А у вас есть хлопья пост? Конечно, у них есть хлопья пост. Краеугольный камень американского завтрака. Утренние хлопья. По статистике, их едят хотя бы раз в год на завтрак 89% американцев. То есть почти все. Еще с начала 20 века один из крупнейших производителей таких хлопьев – компания «Пост». А вот старая реклама хлопьев «Пост». «Пост» для американцев звучит не менее привычно, чем «Форд» или «Джип». В общем, как что-то всем хорошо знакомое. А вот и сам Чарльз Пост – изобретатель хлопьев и основатель компании имени себя. И это он с дочерью Марджори на руках. Чарльз Пост умер в 1914-м, и Марджори унаследовала гигантскую к тому времени продуктовую империю отца. Спасибо. Можно счет, пожалуйста? Очень богатая, очень искушенная в светских развлечениях, дважды замужняя. К 30-м годам Марджори Пост принадлежит к высшим кругам американского общества. Ее называют «наследница». Как называли бы наследницу императорского рода. Но Америка – это республика. И роль аристократов здесь играют биржевые герцоги, банковские князья и бизнес-маркизы. В 1935 году наследница Марджори встречает джентльмена по имени Джозеф Дэвис. Это зал Федерального суда Соединенных Штатов, хорошо знакомый нам по фильмам и сериалам. Место, где вашу судьбу решает ваша честь. И в стране диктатуры закона зал суда может стать местом для головокружительной карьеры. В 1927 году адвокат Джозеф Дэвис выигрывает процесс автомобильной компании «Форд» против Федерального казначейства США. Его адвокатский гонорар составляет 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов, которые Дэвис зарабатывает за один процесс в 1927 году – это до сих пор гонорарный рекорд округа Колумбия. Поэтому Джозеф Дэвис хоть и не наследник, как Марджори, но тоже сказочно богат. И вот адвокат-миллионер Дэвис и наследница империи утренних хлопьев Марджори – идеальная пара. В 1935 году они женятся. Тогда, в 1935-м, советско-американские дипломатические отношения только-только и с облегчением для обеих сторон установлены. Американцам под посольство отдают самую нарядную московскую новостройку – дом на маховой. Как говорят в самой Америке, для успеха любого бизнеса важны три фактора. Локейшн, локейшн и локейшн. Дом на маховой отвечает всем трем. Он стоит прямо напротив Кремля. Газеты ликуют. Теперь Соединенные Штаты и Советский Союз – партнеры. Первым послом назначен Уильям Буллетт. Дипломат, литератор, интеллектуал и вообще масштабная личность. Послу суша подбирают жилье в самом что ни на есть в московском дворике. Вот знаменитая картина Василия Поленова «Московский дворик». А вот и сам Арбатский дворик с церковью преображения Господня. Она и сейчас по фону. Особняк же, который отводят под посольскую резиденцию, вот этот. Бывший дом купца второго на Спасописковской площади. Американцы силятся это выговорить. Спасописки? Спасописки? Окей. Пусть будет Спаса Хаус. Интерьеры Спаса Хауса больших изменений с 30-х годов не претерпели. Вот камин. А вот читающий возле него книгу первый посол США в СССР Уильям Буллетт. Но главная сцена вот здесь, в бальном зале. Американские дипломаты хотят произвести на Москву грандиозное впечатление и устраивают для советской знати приемы, каких город не видывал с дореволюционных времен. Буллетт даже пристраивает к Спаса Хаусу дополнительный зал, чтобы больше, еще больше гостей помещалось на посольских вечеринках. На этот счет он инструктирует персонал так. Sky is the limit. Только небо нам предел. Самый грандиозный прием в посольстве проходит в 1935-м. По совпадению, в том самом году, когда в Вашингтоне играют свадьбу Джозеф Дэвис и Марджери Пост. Вечеринка в Москве называется Весенний бал. Специально для вечеринки в Спаса Хаусе раскатывают газон, привозят джаз из Чехословакии, цыганский оркестр, а в московском зоопарке берут в аренду тропических попугаев, диких коз. И в тот момент, когда кажется, что это уже полный комплект, звонит жена одного из дипломатов. Одно маленькое дикое животное большого вреда не принесет. Медвежонок, например. В гостях у американского посла вся Москва. Партийная верхушка от Николая Бухарина до Карла Радека. Маршалы от Тухачевского до Буденного. И, конечно, актрисы и балерины в большом количестве. На вечеринку зван и писатель Михаил Булгаков. Не под воздействием ли весеннего бала в зарождающемся у Булгакова романе «Мастер и Маргарита» появится соответствующая глава. Тогда, в 30-е, до Холодной войны еще далеко. Отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами может и не безоблачные, но очень дружественные и нацеленные на деловое сотрудничество. Вскоре первый посол Уильям Буллит возвращается на родину. Соединенным Штатам в Советском Союзе нужен новый полномочный представитель. В Вашингтоне ищут идеальную кандидатуру на эту роль. Центр поисковой операции – Госдеп. Тот самый Госдеп. В 30-е годы в этом здании располагается Государственный департамент США. Фактически, Министерство иностранных дел. Для того, чтобы стать дипломатом, в Америке не обязательно заканчивать американским ГИМО. Быть можно дельным человеком. Таким, как Джозеф Дэвис. Президент Рузвельт поручает Дэвису как можно скорее наладить с Советским Союзом дела. Именно дела. Бизнес. И в 1936 году дельному Дэвису делают предложение, от которого невозможно отказаться. Стать послом в СССР. Вот только Марджори, новая жена будущего господина посла, от предложения отказаться может и хочет. Ни в какой далеке СССР ехать она не собирается. И говорит... Ужасно рада была познакомиться. Хорошо вам съездить в Россию. Лично я никуда не поеду. Тому есть причины. И вот главное. Вашингтон – это субтропики. Москва – не вполне субтропики. А кроме того, что не субтропики, еще полная неизвестность, непредсказуемость, отсутствие привычной светской жизни и даже хлопьев на завтрак. Кроме снежных разве что. Ресторан «Оксидентал» – один из самых дорогих и известных в Вашингтоне. В 30-е годы, да и сейчас, место встречи столичной элиты. Чтобы уговорить свою жену поехать в Москву, Дэвис устраивает обед с Уильямом Буллитом, тем самым первым послом США в СССР. Буллит должен рассказать Марджори, что поездка в Москву будет не сошествием в ад, а самым удивительным приключением в ее жизни. Буллиту удается. Вскоре в газетах появляются фотографии нового посла США с его красавицей-женой и дочерью от первого брака. В самом начале 1937 года, после долгого пути через всю Европу поездом из Берлина, Джозеф Дэвис, Марджори и Эмлен Дэвис, та самая дочь, прибывают на Белорусский вокзал. Но прибывают не налегке. Вместе с Дэвисами в Москву приезжают 30 больших чемоданов и 50 мест ручной клади. Но и это еще не все. Это сейчас. Современная реклама яхты «Морское облако», когда-то принадлежавшей Марджори Дэвис. Яхта прекрасно выглядит, до сих пор на ходу и активно фрахтуется. Задорого. Тогда, в 1937-м, эта самая яхта, «Морское облако», следует за американцами и причаливает в Ленинград. На борту облака холодильники с двумя тысячами пинт с замороженных сливок. Марджори пока мало что знает о Советском Союзе, но слышала о Голодоморе, недавнем массовом голоде на юге страны. Поэтому для долгого пребывания в Москве едой лучше запастись. Личная яхта с продуктами поражает даже самих американцев. О двух тысячах пинт замороженных сливок в Москве пишет газета «Нью-Йорк Таймс». В подвале с паса-хауса ставят несколько огромных морозильных камер. Надо же где-то хранить запасы. Марджори привыкла жить на широкую ногу. И привычки ей перебороть трудно. Но в Москве ее встречает не самая привычная обстановка. Например, все посольство в курсе, что с паса-хаус буквально напичкан прослушкой. И чтобы поговорить о чем-то важном, Марджори советует стучать ложкой по стеклу. Вот так. В высшем обществе такого, конечно, не прощают. Но, как говорят в России, тут вам не здесь. Москва конца 30-х годов город малоизвестный даже нам самим. Ведь как заглянуть туда в 30-е? Парадная хроника вычищена до миллиметра, а иностранным корреспондентам фотографировать на улицах просто так? Никто не разрешает. Но Эмлин, дочь Джозефа Дэвиса и падчерица Марджори, берет с собой фотоаппарат. И у девушки дипломатическая неприкосновенность. Она может фотографировать вдоволь. На ее снимки без какой-либо цензуры попадают новый дом с пассахаус с лошадкой, везущей хворосту воз, праздник 7 ноября 37-го года, очередь в ЦУМ, вид из окна, родители на машине и сама Эмлин с красавцами-спутниками на коньках. В бытовую летопись Эмлин Дэвис почему-то не входит, впрочем, еще одно важное событие в жизни семьи. Новая страсть Марджери Дэвис. С конца 20-х годов советское правительство начинает индустриализацию, перевод экономики на промышленные рельсы. И для такого рывка, помимо прочего, необходимы станки и технологии. Их покупают за рубежом, в том числе и в Америке. А заграничные деньги это валюта. Это Национальная галерея в Вашингтоне. Один из главных музеев страны. А это один из самых продаваемых постеров картин коллекции Благовещение Яна Ван Эйка. В начале 30-х годов Благовещение Ван Эйка висело не здесь, в Вашингтоне, а в Ленинградском Эрмитаже. Но в числе других эрмитажных шедевров каротина была тайно продана на Запад, чтобы выручить твердые доллары для новых станков. Твердую валюту, золото и серебро вытрясают и из населения. Все накопленное и отложенное на черный день надлежит сдать государству. По всей Москве появляются комиссионные магазины, в которых совсем не задорого. Особенно, если ты иностранец. Можно купить атрибуты старого мира. Искусство, украшения, посуду, утварь. Одна из таких комиссионок в те годы находится по адресу Арбат-4. Здесь и сейчас комиссионка редкий случай долгоиграющей московской традиции. Россия и русское искусство для Марджори пока темный лес. Но здесь, в Москве, русское искусство кружит ей голову. И не меньше кружит голову его доступность. Например, серебро продают по пять центов за грамм. Золото чуть дороже. А не хотите покупать? Мигом переплавим и пустим на нужный народного хозяйства. Вскоре Дэвис взволнованно пишет брату. Дорогой Джеймс, сегодня большой прием в Кремле, но я уже волнуюсь. Пора собираться, а моя дорогая Марджори где-то ходит в поисках нового объекта своей любви, шедевров русского искусства. Я ее просто не узнаю, она кажется помешанной на своем новом увлечении. И действительно, каждый день Дэвис едет на службу, а Марджори на охоту. Она перемещается по всем комиссионкам Москвы и скупает, скупает, скупает. Все, что только представляет художественную ценность. Ведь такого по всей Москве оказывается очень много. Марджори быстро и неумолимо влюбляется в русское искусство. Оно не только доступно, оно прекрасно и ни на что не похоже. Вскоре о фанатичном увлечении Марджори узнают в советских высших кругах. Ведь жены дипломатов сами по себе инструмент дипломатии. Малина Жемчужина, жена второго человека в государстве, Вячеслава Молотова, приглашает Марджори в усадьбу Кускова. Эта красивая усадьба когда-то принадлежала графу Шереметьеву, а советская власть сделала из нее музей. В том числе с богатейшей коллекцией фарфора. Марджори гуляет по усадьбе и ахает. Особенно ей приглянулись две вазы эпохи Николая Первого. Ну что ж, выход из музея, как известно, через сувенирную лавку. Только вместо открытки или магнитика Марджори дарит те самые Николаевские вазы. День за днем коллекция Марджори полнится новыми и новыми сокровищами. Замороженные сливки не заканчиваются, дела мужа идут успешно. Да, жизнь в Москве оказалась совсем не такой жуткой, как казалось издалека. По крайней мере, для Марджори и ее семьи. Стоит 1937 год. Семейство Дэвисов прибывает в СССР в январе 1937-го. А уже в конце января на всю Москву и всю страну гремит второй московский процесс. Открытый суд над оппозицией Сталину, так называемым антисоветским троцкистским центром. В Москве открыто и публично судят советскую партийную верхушку Питакова, Сокольникова, Радека. Некоторые из подсудимых еще недавно веселились на приеме в Спаса-хаусе. Бывших товарищей Сталина обвиняют в терроризме, троцкистском заговоре, измене Родине, в общем, во всем, в чем хотят. Обвиняемые все как один сознаются. Ропот, гвалт, высшая мера наказания. Вот они эти возутчики и разведчики японского империаризма в нашей стране. Процесс проходит вот здесь, на главной арене политических расправ 30-х годов, в колонном зале Дома Союзов. Там сидят обвиняемые, на сцене прокурор Вышинский, а здесь публика. И среди публики специально приглашенный на процесс новый посол США в СССР Джозеф Дэвис. Неизвестно, что сказал бы адвокат Дэвис, увидев подобный процесс у себя на родине. Доводилось ли ему в его адвокатской практике слышать такие голословные обвинения, такие горячие признания, добытые под пытками, видеть такое единодушие защиты, обвинения, суда и следствия. Но посол Дэвис, только заступивший на свой пост, горячо одобряет и сам процесс, и следующий в его финале приговор. Для Кремля это значит, даже наши западные партнеры вынуждены признать, что в действительности у Дэвиса на уме никто не знает. Он же приехал в Москву работать дипломатом. И если по работе надо сказать какие-то слова, ну что ж. Летом того же 1937 года начинается большой террор. Его жертвами станут более 600 тысяч расстрелянных и почти полтора миллиона арестованных по всей стране, по всей Москве и по всей округе Спаса Хаоса каждую ночь забирают и уводят навсегда. Знала ли о происходящем вокруг дочь американского посла Эмлен Дэвис, сделавшая такие радостные и такие красивые фотографии? Дэвисы возвращаются в Вашингтон летом 1938 года. Они пробыли в Советском Союзе 18 месяцев полтора года и за это время успели составить и привезти с собой целую коллекцию русского искусства. Респектабельное вашингтонское семейство поселяется вот здесь в роскошном поместье Тригорон. А раз здесь теперь живет во-первых семья бывшего посла в Москве, а во-вторых целая коллекция картин, икон и позолоты, то и первая дача появляется тоже здесь в Тригороне. Внутри дачи с того времени сохранился камин. Дэвисы выложили его плиткой а-ля рюс. Вот петушок, вот купола, а там не иначе Пушкин с Гончаровой. Дэвисы строят эту дачу не столько потому, что скучают по России, сколько для утверждения себя в обществе главными американскими русофилами. Этот титул понадобится Джозефу Дэвису уже очень скоро. Господин посол, Мэри Кей, приятно познакомиться с вами и с Сэмми. Добро пожаловать в Спаса Хаус. И мы очень рады. Спасибо. Какие были ваши первые впечатления от Спаса Хауса? Вообще, конечно, больше всего меня поразила теплота, с которой меня здесь встретили. Это были люди, которые постоянно работают в Спаса Хаусе и заботятся о нем. Россияне и американцы. Этот дом буквально наполнен историей. Впервые в жизни я попал в Спаса Хаус 30 лет назад в перестройку. Причем вошел через заднюю дверь. В Спаса Хаусе тогда был большой прием, человек на 300. Я помню, как прошел через заднюю дверь. Была холодная снежная ночь, и я думал, поверить не могу, что я в том самом Спаса Хаусе. Про этот дом знают во всем мире. Никогда бы не подумал, что я буду жить здесь сам. Вы собираете искусство в своих перемещениях по миру? Не очень много. Но мы всегда, где бы мы ни жили, стараемся забрать домой что-то, что представляет местную культуру. Например, когда я работал послом в Китае, мы купили три-четыре картины, нарисованные художницей, трудовой мигранткой, молодой женщиной с очень тяжелой судьбой. Она написала несколько биографических картин мигрантов с огромными тюками на спинах. А еще у нас есть приемная дочка из Китая, и одна из женщин на картинах как раз несла на спине ребенка. Наша дочка все показывала и показывала пальцем на эту картину. Она для нее что-то значила, и мы ее купили. В общем, все, что мы покупаем, лично значит что-то для нас. Теперь вы в России. Будете ли покупать русское искусство? Ведь ваше назначение в Москву это не навсегда. Мы только что отпраздновали 35-летие брака и договорились, что на юбилей надо купить что-то, что нам обоим понравится. Какой-нибудь предмет русского искусства, чтобы забрать домой. Так что, если у вас есть предложение, скажите. Я желаю вам найти что-то подходящее в России. У нас всегда было много талантливых художников. А можете показать нам пару картин на стенах Спаса Хауса? Так, этот портрет Франклина появился только после вашего переезда сюда, да? Ага, эту картину мы повесили, когда приехали. Бенджамин Франклин мой личный герой. Он был самым первым дипломатом Америки после провозглашения независимости. Томас Джефферсон отправил его представлять нас во Францию. Бенджамин Франклин не только известный дипломат. Он еще и писатель и изобретатель. Он создал почтовую службу, патентное ведомство США, первую пожарную охрану и громоотвод. В общем, чего только не делал. Ну, это точно картина с вашей пустынной родины. Да уж, мы не могли пройти мимо этой картины. Она же из нашего родного штата, Юта. Это место, в котором Джон любит заниматься хайкингом, как и вся наша семья. Место называется Ред Рог. Ну, пусть Джон дальше расскажет. Это самое лучшее место на Земле для меня. Каждый раз, когда мы приезжаем в Америку, мы садимся в машину и едем прямо в Ред Рог. Мы просто ездим и ездим. Потому что это так красиво там так красиво, что это может вылечить любые недуги и тело, и души. В разгар Второй мировой войны в июне 41-го нацистская Германия нападает на Советский Союз. СССР становится союзником Соединенных Штатов и Великобритании. Но здесь в искренность дружбы с Советским Союзом верят далеко не все. До холодной войны еще далеко, но о сталинских политических методах в Америке кое-что слышали. Да, русские дерутся на войне как звери. Но они же еще недавно заключили с Гитлером пакт о ненападении. Они же начали войну с Финляндией. Они же установили советскую власть в Эстонии, Латвии, Литве. Наконец, они коммунисты. Для рядовых американцев делать бизнес можно в принципе с кем угодно, но воевать плечом к плечу? Нужна массовая пиар-компания, которая поможет президенту Рузвельту создать репутацию Советского Союза как надежного боевого товарища. И в этом президенту должен помочь Джозеф Дэвис. В 41-м году он пишет книгу «Миссия в Москву» о своей работе послом, а в 42-м снимает по этой книге фильм. Режиссером выбран Майкл Кертис, создатель легендарного фильма «Касабланк». Бывший посол, а теперь кинопродюсер Дэвис лично курирует весь съемочный процесс. Будущий фильм должен слепо следовать написанному Дэвисом первоисточнику, а также не оставлять никаких двусмысленностей по поводу дружественности Советского Союза. И миссия в Москву показывает все самое лучшее. Ух ты, а ты так можешь? Гостеприимную встречу. Добро пожаловать на вашу новую должность, господин посол. Спасибо, полковник. Мистер Барков, это наш новый посол мистер Дэвис. Миссис Дэвис? Мисс Дэвис? Мисс Дэвис? Мистер Дэвис, я очень рад с вами встретиться. Встречу Марджори и Полины Молотовой жемчужиной. Я не подозревала, что торговля предметами роскоши поощряется в Советском Союзе. Катание на коньках юной Эмлин. И, конечно, московские процессы. То есть вы признаете, что за спиной своего правительства вы объединились с предателем, который имел договоренности с иностранной силой? С реакцией посла Дэвиса на них. Исходя из своего 20-летнего юридического опыта, я склонен верить этим признаниям. В небольшом вступлении перед художественным фильмом Дэвис обращается к зрителям лично, от себя. Было столько предрассудков и непонимания относительно Советского Союза, которые я частично разделял. И я чувствую, что это мой долг рассказать правду о Советском Союзе, как я его увидел, чего бы это ни стоило. Главный заказчик отправляется во вторую миссию в Москву и показывает ленту лично Сталину. Да, их свел случай. Фильм вызывает восторг и пускается в прокат по обе стороны океана. В 1945 году Джозеф Дэвис будет удостоен почетной советской награды Ордена Ленина. Весной союзники вместе торжествуют. Враг разгромлен. Однако совместная радость продлится недолго. Вскоре противоречия обостряются и начинается холодная война. Разводятся и Джозеф Дэвис с Марджори Пост. Причем разводятся бурно. Казалось бы, ну, закончилась любовь и разойтись будем полюбовно. Но Марджори в дипломатию не играет. Однажды ночью пока Дэвиса нет дома она отправляет в Тригорон грузовик. По приказу Марджори из некогда семейного сада выкапывают ее любимые цветы азалии. Как писали в русских драмах не доставайся же ты никому. И азалии переселяются вот сюда. Марджори теперь живет в собственном новом огромном поместье Хиллвуд. Вместе с ней помимо азалий переезжает большая часть русской коллекции собранной в Москве. Марджори и Тригоронскую дачу бы с радостью выкопала и перенесла к себе в Хиллвуд. Но это невозможно и дача у Марджори появляется своя. ПРАХ Марджори Пост похоронят вот здесь в любимом поместье Хиллвуд. Ее не станет в 1973 году и вскоре после этого в Хиллвуде откроется музей. Этот музей и откроет американцам окно в тот мир, который в годы Холодной войны будет казаться им враждебным. Десятилетия лжи, пропаганды и насилия лягут на одну чашу весов, искусство, культура и магическое русское обаяние на другую. Пройдет еще немного лет и весы не соврут. Музей в Хиллвуде управляется частным фондом и устанавливает довольно прихотливые правила. Например, после смерти Марджори в этом доме запрещено проводить какие-либо приемы или ужины. Не допускают внутрь дома и съемочные группы телеканалов. Ну что ж, где рафинированная вашингтонская дама и где телевидение? Обойдемся и официальными фотографиями экспонатов, а также репортажами в социальных сетях. Но фотографии любимой наследницей жанр наглядно передают тщание и вкус, с которыми сделан музей в Хиллвуде. Немного о тех, кто оказался на жизненном пути Марджори Пост. Джозеф Дэвис умрет в 1958-м. Свою личную коллекцию искусства он завещает Альма Матер в Висконсинскому университету. Первый посол США в СССР Уильям Буллетт доживет до 67-го и все время после возвращения из Москвы, в отличие от дипломата Дэвиса, будет злейшим врагом большевизма. Полина Жемчужина-Молотова, водившая Марджори по усадьбе Кускова, будет арестована, обвинена в еврейском национализме и сослана в Северный Казахстан. Эмлин Дэвис, юная посольская дочь и талантливый фотограф, проживет долгую жизнь. Ее не станет в 2014 году в возрасте 97 лет. Спаса Хаус, не переставая будет служить американскому посольству и в самые сложные годы отношений двух стран останется символом дружеского присутствия американцев в Москве. Русская коллекция в Хиллвуде до сих пор может рассказать о России больше, чем любой выпуск телевизионных новостей. И до сих пор здесь ощущается присутствие светской королевы и знаменитой наследницы Марджори Меривезер-Пост. Благодаря ей здесь, на другом берегу Атлантики, сохранились осколки несуществующей боли России, которым и выпал по-настоящему особый путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова